Друзья, я приветствую вас у себя на канале, я приветствую всех подписчиков, приветствую новых зрителей. В прошлый раз я записал видео на тему отношения с матерью. Видео набрал очень много отзывов, очень много интереса к этой теме. Я обязательно эту тему буду дальше развивать, какие-то узкие нюансы рассматривать. Если вы это видео не видели, посмотрите, я оставлю подсказку. Видео получилось интересным. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как мыслительные ошибки или когнитивные искривления, которые совершаем мы внутри себя, которые мешают нам находиться в гармоничных отношениях. Что я имею в виду? Дело в том, что, как правило, ошибки в отношениях касаются двух людей в паре. Но вот есть вещи, которые связаны сугубо с нами. Первое, что можно сказать, это фильтрация. Это такой мыслительный стереотип, когда человек склонен к тому, чтобы постоянно выделять все темное и мрачное, что вокруг него происходит. Все негативное, и он смотрит на мир через темные очки. Очень похоже на то, что происходит в депрессии. То есть в такой ситуации все, что человека окружает, является в целом, в принципе, враждебным и неприятным. Понятно, что в такой ситуации очень сложно построить чистые, открытые отношения. Другая распространенная ситуация – это так называемое черно-белое или поляризующее мышление. Это ситуация, когда человек все, что вокруг него происходит, всех людей, все отношения, все поступки и все, что происходит с человеком, делит на черное и белое. Это очень похоже на то, как это делают дети. Но вот иногда у взрослых людей в какие-то моменты включается вот такой способ оценки окружающего мира. Понятно, что такое черно-белое мышление не предполагает никаких полутонов. Очень легко отгородиться от всего, что названо черным всецело и упускать все те возможности, которые связаны с тем, что ты так вот обесценил. И очень сложно простраивать четкие границы, предположим, с человеком, которого ты для себя считаешь априори дружественным и родным, и настоящим, открытым своим другом, потому что ты воспринимаешь его через поляризующее мышление, как что-то такое светлое и белое. Следующая частая ошибка, которая случается с нашим мышлением – это сверхобобщение. Что это? Это когда какая-то частная вещь обобщается на более широкую группу событий или явлений. Например, человек пошел в спортивный зал, там столкнулся с каким-то, не знаю, хамством, и он решает, что вообще заниматься спортом бессмысленно, потому что все люди, которые занимаются спортом, все люди, которые связаны с этой отраслью, они все будут для меня враждебны, и лучше нужно для того, чтобы себя защитить, нужно просто вот этим не заниматься. Или там, предположим, я пошла на курс английского языка, ко мне как-то вот вроде бы так отнеслись, или как-то вот эта программа мне не очень подошла, я ничего не поняла, нет смысла никакого учить английский язык. Наверное, в моем возрасте это уже поздно, невозможно, и это непреодолимые препятствия. Еще одна такая высоконевротическая ошибка, которую мы совершаем, которая часто встречается – это чтение мыслей. Эта вещь очень много отношений перепортила, как это работает. Ты думаешь, что другой человек знает, чего ты хочешь, поэтому ты ждешь, когда же он наконец-то поймет эту же очевиднейшую вещь, твое желание, и удовлетворит его. По сути, опять же, мы имеем дело с такой регрессивной реакцией, поскольку ребенок в своем детском состоянии не всегда понимает, чего он хочет, и, ну, это мать должна, или кто там рядом с ним есть, из родителей, понять, чего он хочет, и ему эти желания объяснить. Такое часто бывает у взрослых людей. Еще две частые ошибки – это катастрофизация и преувеличение. Значит, катастрофизация – это, по сути, такой отголосок тревожного радикала внутри человека, когда все, что не происходит вокруг, связано с какой-то, ну, возможным волнением, тревогой, усиливается во многократно. То есть, если человек куда-то опаздывает, то он опоздает так, что последствия будут какие-то необратимыми. Если это связано с отношениями, необходимо встретиться с каким-то новым человеком, пойти на собеседование, что-то должно быть новое, что предполагает в норме небольшое количество волнения и тревоги, то вот эта тревога рисуется какой-то запредельной, и это катастрофа, я не справлюсь, и, ну, и так далее. Что касаемо преувеличения, то это похожая мыслительная такая вот ошибка, которая предполагает, что все, что плохое не происходит, оно связано со мной. То есть, я, по сути, виноват во всем, что происходит нехорошего. То есть, кто-то заболел, ну, вероятно, я вот как-то повлиял на это. Еще одна ошибка, и тоже ее можно назвать такое высоконевротическое, это долженствование, это ситуация, когда человек постоянно опирается на какое-то, какие-то, как бы, правила или внутренние принципы о том, как все должно быть. То есть, чем такая мыслительная ошибка портит отношения? Вот есть два человека, и два человека предполагают вот в этих отношениях двоих, по сути, нет ничего объективного, есть позиция А и позиция Б, и вот им нужно как-то найти какой-то компромисс. Как только человек начинает, как бы, привлекать на свою сторону, грубо говоря, голос морали, голос какого-то, ну, долженствования, так положено, так поступают, так должно быть, то получается, что вместо того, чтобы договариваться, происходит опирание на какие-то догмы, и таким образом, ну, другой человек не слышится, либо его мнение обесценивается, поскольку мы не будем делать так, как ты предлагаешь, не потому что я так не хочу, потому что если я этого не хочу, тогда мы же будем обсуждать, что ты хочешь, я не хочу, а мы не будем так делать, потому что так должно быть, или так не должно быть, так не положено, или так положено. Я думаю, что хотя бы некоторые из этих ошибок вы узнали или у себя, или у кого-то из своих близких, дело в том, что они настолько распространены и настолько вкраплены в нашу жизнь, что, по сути, иногда эти вещи даже нет необходимости как-то корректировать, и нужно просто осознавать, что вот в какие-то моменты ты ведешься таким-то образом. Например, совершенно нормально для человека, находящегося в ситуации, ну, где предполагается повышенный уровень тревоги, что-то немного катастрофизировать. То есть катастрофизация – это, по сути, защита, которая предполагает отказаться от амбиции. То есть мне так волнительно и так страшно идти, предположим, на собеседование, что я себе представляю, что это же будет просто какой-то ужас, кошмар и какое-то бедствие, если вдруг у меня что-то не получится. И таким образом, вроде бы, как я себя притормаживаю и подвожу к тому, чтобы, грубо говоря, отказаться от этого собеседования. Если ты понимаешь, что это просто такой механизм защиты, то, осознавая его, очень легко его контролировать и все-таки делать то, что ты собираешься делать. То есть в данном случае пойти на это собеседование. Я надеюсь, что это видео будет вам полезным. Все те ошибки, которые я вам назвал, вы будете замечать, наблюдать за собой. Чем ты больше понимаешь, что с тобой происходит, тем ты более гармоничен в отношениях с окружающими, потому что ты имеешь более вариативный ряд возможных реакций. Ты можешь более по-разному себя вести. Будьте счастливы, подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Напишите в комментариях, кстати, какие из этих ошибок вы за собой замечали, про какие ошибки вы хотите послушать подробнее или какие-то, может, у вас есть конкретные вопросы. Подписывайтесь на Инстаграм. В Инстаграме я провожу прямые эфиры и делаю анонсы тех эфиров, которые я буду проводить в Ютубе. И берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова